В Красногорске своей команды по хоккею «Шайбы» пока нет. Зато есть желающие поиграть в игру для настоящих мужчин. На призыв артистов сразиться с ними на ледовой арене ответили представители районной администрации, правда усилив свои ряды спортсменами-любителями из Краснознаменска. Во главе «Красных» глава района Михаил Сапунов. Все началось с предложения ребят-журналистов с газеты «Советский спорт», плюс команда «Камар», команда артистов. Они сами к нам приехали и предложили нам сыграть. Но условие было таково, что играют не спортсмены, а чисто люди, для которых спорт не является профессией. То есть ты работаешь на своем месте, спорт – это увлечение. В команде артистов, сокращенно «Камар», профессиональных спортсменов тоже нет. Сплошь звезды кино и телевидения. Их объединяет не только творческая профессия, но и общее спортивное увлечение. Полтора года взял плюшку. Видимо, телевизор в Советском Союзе меня привел в Пакет. Я с детства занимаюсь. Шести лет встал на коньки, и это болезнь детства. Я играл долго. Каждый из нас получает это удовольствие. На каждой тренировке идет процесс. Потому что полгода назад я не очень хорошо катался, сейчас намного лучше. Хотя я играл в 99-м году. То есть 16 лет назад. Играл я в команде. Там были музыканты, актеры, спортсмены. У меня сейчас был большой перерыв, 15-летний. Сейчас опять со льда я больше не уйду. Команду создали три года назад, говорит продюсер и по совместительству капитан Александр Морозов. И сегодня миссию внедрять хоккей в массы и привлекать всех на лед в разных регионах России поддерживают более 60 звездных игроков. Хоккеем занимаемся два раза в неделю. Тренировки, конечно же, игры. Также выезжаем в города, фокуляризируем хоккей, доставляем на путь истинных детей. Ну, в общем-то, как наше правило, даже если один ребенок в городе после нас стал на коньки, это для нас большой успех. Это наша цель в этой жизни, чтобы больше ребят привлекалось к спорту, к хоккею. Три периода и каждый по 20 минут. Таков регламент матча. За это время на льду развернулась нешуточная борьба. Четыре раза отличился звезда сериала «Даешь молодежь» Андрей Бурковский. Записали голы на свой счет актер Владислав Шкляев, музыкант Олег Бутман и артисты сериала «Молодежка» Иван Дубровский и Николай Алексеев. Красногорцы ответили дважды эффектными голами Юрия Деморецкого и Сергея Бегишева. Итог встречи 9-2 в пользу команды «Комар». Сегодня интересная игра. Приятно, что в двух периодах мы ведем, но соперник очень достойный. И поэтому и играть интересно. Нельзя сказать, что игра происходит в одни ворота, несмотря на счет. То есть здесь, знаете, как говорится, одним чуть больше везет, другим чуть меньше везет. После основного времени была назначена показательная серия булитов. Но и тут звезды пока оказались сильнее. Впрочем, красногорцы не расстроились, ведь это была дружеская встреча. Наша главная цель была не сама победа, а само проведение такого мероприятия, вовлечение жителей в этот процесс. Ну, в общем-то, шоу, игра и удовольствие. Все остались довольными, обе команды. Конечно, хочется победить, но тем не менее. Команда Красногорского района будет усиленно тренироваться. И, возможно, матч-реванш уже не за горами. Валентина Цитова, Никита Рочин, Вячеслав Блажев, КРТВ.